Сейчас мы с вами построим нашу первую нейронную сеть, которая решает задачу восстановления скрытой зависимости. Пусть у нашей скрытой зависимости всего один аргумент. И пусть у нашей скрытой зависимости всего один результат. То есть одно значение мы должны предсказывать. Тогда наша нейронная сеть должна иметь один вход и один выход. Входом у нас будет x и t, это аргумент функции. А y и t, это приближение функции, которую мы делаем при помощи нейронной сети. Что значит сделать архитектуру нейронной сети? Это значит придумать, как между x и y будут происходить вычисления. Как будут устроены наши вычисления? Во-первых, я предлагаю сделать последний нейрон просто линейным. Это означает, что у последнего нейрона будет только сумматор, а вместо функции активации будет функция f от x равно x. А вот между x и выходным нейроном я предлагаю поставить много сегмоидных нейронов. Что это значит? Это значит, что у этих нейронов будет сегмоидная функция активации. Соответственно, кружочек – это у нас один нейрон. И внутри кружочка нарисована функция активации, которую мы будем использовать в этом нейроне. Для того, чтобы сделать нейронную сеть, научить ее точнее, нам нужно подобрать параметры нейронов выходного и нейронов так называемого скрытого слоя. Таким образом, чтобы то, что выдается нейронной сетью, ну и лучшим образом подходило к тому, что мы наблюдали. Продолжение следует...